Венгрия на выход из Евросоюза. Упертость, несговорчивость и, несмотря ни на что, теплая дружба с Путиным. Сегодня этот западный сосед Украины демонстрирует совсем не прозападную риторику и сомнительную верность европейским ценностям. Правительство в Венгрии прославилось тем, что после масштабного вторжения российских войск в Украину ввело на своей территории чрезвычайное положение. Блокировало то выделение союзниками оружия, то введение санкций. За свое «да» требовало особых исключений из санкционных списков, например, одиозного российского патриарха Кирилла. Именно Венгрия блокировала принятие нефтяного эмбарго в шестом пакете санкций. И вот недавно, якобы в Будапеште, все же согласились поддержать запреты от ЕС для трех российских олигархов. Алишера Усманова, Петра Авана и Виктора Рашникова. Переговоры идут тяжело, признался министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек. И это не первый раз, когда властям Венгрии намекают, что их ориентиры далеки от европейских. И без войны в Украине одиозный венгерский премьер Виктор Орбан постоянно был, так сказать, в оппозиции к официальному Брюсселю. На риторике борьбы с евробюрократами он выигрывал выборы четыре раза подряд последние 12 лет. Парадоксально, но страна, член ЕС, все это время пытается жить в семье, но по своим правилам, за что сама пребывает под многочисленными санкциями внутри Союза. Эти процедуры касаются, в первую очередь, внутренних правил ЕС. То есть это в основном коррупция и верховерство права. То есть когда законодательство страны-членов, в нашем случае Венгрии, не соответствует их тем правилам, которые предусматривают, собственно, правила Евросоюза. То есть это правила клуба. Ты в клубе, тогда выполняй правила. Если ты не выполняешь правила клуба, то в случае с Евросоюзом тебя не исключают, но забирают право голоса, тебе не дают деньги, как, собственно, сейчас происходит с Венгрией. Венгрия не получила до сих пор еврофонды в рамках так называемого пакета возобновления после ковида, а также рискует не получить значительную часть основных фондов семилетнего бюджета Евросоюза. После очередной победы на выборах в апреле 2022-го Виктор Орбан назвал евробюрократов своими оппонентами. К этому списку венгерский премьер даже причислил президента Украины Зеленского. В то же время после тысяч кровавых военных преступлений российской армии и даже терроризма Виктор Орбан не чурается Путина. Свой последний визит в Россию он нанес буквально несколько дней назад, официально для прощания с Горбачевым, хотя неизвестно, был ли лично знаком с покойником. Венгерские СМИ постоянно транслируют прокремлевские нарративы. Накануне выборов местные пропагандисты продвигали тезис, что Венгрия сможет прокормить сама себя без ЕС. Пока что, правда, он в обществе не сработал. Последние опросы это и 2020 год, и что важно, в мае 2022 года, то есть очень свежие опросы, они показывают, что 9 из 10 венгров за членство в Евросоюзе. То есть это беспрецедентная поддержка, то есть это 90-80%. Более того, около 80% венгров ответили, что мы будем поддерживать членство в Евросоюзе, даже если Виктор Орбат скажет, что нам надо с Евросоюза выходить. И еще одна цифра, которая тоже очень иллюстрированная, что есть такая партия МИГО ЗАНК, наше отечество в Евросоюзе, которая ультраправая, и она как раз, скажем так, одна из... Она поддерживает идею выхода в Евросоюзе. И даже среди ее избирателей большинство за членство в Евросоюзе. То есть общественное мнение, оно однозначно против выхода Венгрии из Евросоюза. Интересно то, что исключить страну из ЕС на данный момент невозможно, пока такой процедуры не существует. Однако пойти на этот шаг может само правительство страны, ссылаясь на 50-ю статью соглашения. Таким путем в свое время пошли англичане. Но маленькая бедная Венгрия по своему финансовому положению далека от объединенного королевства. Современная Венгрия фактически содержанка, которая хочет быть королевой европейского двора. И при этом сильно пятнает свою репутацию.